приветствую всех любителей хорошего кино сегодняшний мой обзор посвящен фильму годзилла тому именно более старому фильму годзилла 398 года вот ну прежде всего давайте вот поговорим о 4k ультра hd издание годзиллы это вот у нас скандинавское издание 4k диск с русским языком простой блюрей без вот сейчас это увидим принципе аннотация здесь вся есть информацию если что найти несложно но вот выглядит это именно вот так вот так выглядит торец издания англоязычная полиграфия вот довольно таки много стран где выходила 4k издание с русским языком расскажу и об этом вот ну то есть это вот скандинавское издание да здесь только 4k да почти что везде где вот выходила 4k издание ну почти везде вот только на 4k диски есть русский ну так вот совпало по странам значит ну для тех кого еще интересует да кто планирует покупки значит 4k диск довольно таки много стран значит ну основные страны где чаще всего и легче всего купить это италия германия чехословакия испания франция ну венгрия польша вот скандинавия корее еще можно отнести но корее давай достаточно дорогой но удовольствие корейские цены очень кусаются еще и доставка тому же вот значит а блюрей где возможен русский язык но это скорее всего там только чехия бенгрия польша то есть если только вот с этими странами совместить да вот одновременно что интересует и блюрей 4k в этих вот странах наверно можно попробовать поймать полностью весь комплект с русским так и значит это я чуть-чуть сказал про 4k издание давайте еще обсудим издание которые другие были ранее выходили то есть вот во первых это вот наше издание значит вот такое издание выходило в россии ну как искал вот довольно таки немного языков то есть этот красном чехия венгрия польша в этих странах тоже блюрей выходил с русским языком авторинг диска диска точно такой же как вот на нашем российском издании в тех странах был вот ну здесь тоже как раз эти страны указаны если что в принципе всегда вот ориентир да то есть если вот здесь есть вас субтитры или звук какие страна указан в тех же странах ну логично да вполне то можно поискать этот диск если вдруг он недоступен на российской территории уже то есть у кончились тиражи как он без газилой вот то есть вот так выглядела годзилла которая выходила раньше в россии вот то есть раньше диск был вроде как бы ну был все-таки намного лучше чем dvd понятно но в то же время еще вот теперь хочу сказать пару слов про то какое качество на этом диске то есть ну раньше казалось что все здорово да намного лучше dvd и так далее вот все вроде хорошо пока не стали выходить уже более совершенные издания к появился мастеринг 4k и уже потом 4k то есть было вот еще вот такое издание тоже на blu-ray чтобы не мешало пока сторонку то уберу вот такое здание выходила за рубежом ну была целая серия вот таких вот изданий blu-ray но мастеринг 4k она так называлась некоторые диски из этой серии выходили в россии именно godzilla в россии так и не вышло ее так и не выпустили а вот в других странах она выходила вот это издание чешская ну на этом издание тоже вот ну языки примерно примерно соответствует тем что и раньше были на российской годзилле здесь тоже вот такое издание могло быть в чехии с русским венгрии в польше в греции по моему да вот но это тоже здесь можно по языкам все проверить легко и значит вот на таком издании это blu-ray издание да но уже ремонтированная и на этом издании картинка ну просто на порядок лучше и чище главное то есть она почищена от какого-то вот ну мусора так можно назвать да то есть если на вот этом издании которое выходило в россии вот на этом издании очень много мусора в картинке каких-то шумов да то есть когда вот на одних тех же сценах я сам вот проверял еще как только купил этот диск и удивился насколько вот здесь лучше картинка ну ну конечно не как между dvd и blu-ray но разница вот была просто огромная просто на некоторых дисках вот этой серии которые выходили там некоторые фильмы но например там сейчас попробую вспомнить вспомнить все до сколь с фареллом ну там практически разница была но минимально там не не было смысла никого но разница между вот этим и вот этим диском но она просто огромна то есть если есть возможность например найти вот такой диск да если вам не нужен 4k то однозначно нужно искать вот такое издание там картинка ну просто на порядок лучше и чище вот чем вот на этом издании ну это вот просто очень сильно ощущается как выглядит диск ну вот этот кстати вот на нем прямо написано сама диски мастер 4k кстати да чешское издание даже внутри с внутренним артом таким ну у них все это вся эта серия практически вот такая выходила вот ну а наша да я вам показывал наше старое издание да ну такое так выглядит вот такие вот интересные как бы и хорошие чуть-чуть тоже и плохие новости ну если вот кого очень кому нравится фильм если есть возможность конечно купить 4k конечно однозначно но есть смысл взять 4k издание ну там все замечательно если 4k плеера нет но хотите вам нравится этот фильм и хотите иметь его ну максимально возможно хорошем качестве то я считаю однозначно нужно искать вот такое издание и вот это издание ну конечно ну очень сильно хуже очень вот ну это я уже повторяюсь ладно вот такие интересные новости возможно для тех кто не знал про такие издания вот ну и на этом будем завершать наш обзор вот надеюсь вам также как и мне нравится этот фильм и вот если вам пригодится эта информация буду очень рад ну пожалуй все всем пока